В Ярославле установлены первые веб-камеры для мартовских выборов. Сегодня они появились на избирательном участке в ДК «Общество слепых» на улице Рыбинской. Напомним, что прозрачность голосования в области обеспечит около 900 видеокомплексов. Большая часть камер будет вести трансляцию в интернете. Информацию с остальных запишут, чтобы хранить в течение года. Как выглядит электронный глаз, сегодня увидела Нина Свечникова. Подержите кто-нибудь лестнику, а? Дим, Катя, Анна, лежи по-моему. Под трицелами фото и видеокамер началась установка первого всевидящего ока на 144-м избирательном участке Ярославля. Находится он в Доме культуры «Общество слепых». Обычно здесь голосует много инвалидов по зрению. Для удобства заполнения бюллетеней для них даже предусмотрены специальные трафареты с азбукой Брайля и Лупа. В марте за процессом голосования будут следить две видеокамеры. Это оборудование только вчера привезли из Москвы. Комплект включает в себя антивандальный металлический ящик, который запирается на устойчивый к золому засоб. Компьютер. Кроме того, для организации беспребойной работы в состав пака устанавливается блок беспребойного питания и подключаются две веб-камеры высокого разрешения. Видеосистему фиксируют и изображение, и звук. Камеры будут снимать избирательные урны и стол, на котором будет вести сортировка бюллетеней и подсчет голосов. Всего в Ярославской области 905 избирательных участков. Видеокамер не будет на 33 тех, что находятся в лечебных учреждениях и в местах лишения свободы. Специалисты новую технику оценили положительно. Оборудование, ноутбуки хорошие. Увидим, как все заработает. Сразу после установки оборудование проверяется. Картинка должна не только появляться на мониторе, но и передаваться в центр избирком. После декабрьских выборов ЦИК немало критиковали за то, что протоколы участковых комиссий расходили с данными, введенными в систему ГАЗ-выборы. Теперь и этот процесс решили взять под видеоконтроль. Только что я получил сообщение из центральной избирательной комиссии Владимир Евгений Чуров, откликаясь на просьбы политических партий, обратился к министру связи и коммуникации Российской Федерации с просьбой установить веб-камеры в помещениях территориальных избирательных комиссий, где находится оборудование государственной автоматизированной системы выборы. То есть там, где данные протоколов участковых избирательных комиссий вводятся в систему ГАЗ-выборы. В избиркоме считают, что все это поможет сделать процесс подсчета голосов на выборах максимально открытым для контроля со стороны общественности.